Говорить о том, что делают проводники, почему сейчас много различных коучей, психологов, практиков, проводников и так далее. Всё просто. Мы находимся в период перехода. Перехода с одного уровня на другой. С одного, можно сказать, пусть это прозвучит очень громко, с одной эпохи на другую эпоху. И переход этот означает трансформацию. Необходимо иметь определённый объём ёмкости, чтобы жить в новое время. И о чём это? О том, что с прошлым багажом, багажом прошлого, с багажом грузом наших нерешённых задач в этой жизни, в этом воплощении, в прошлых воплощениях, нагрузка родовая. Вот это всё является якорем. Якорем для человека, который ему не позволяет идти дальше. И это как... Есть же шар, который взлетает, да? Как он называется? Не воздушный шар? Я забыла, как он называется. В общем, вот этот вот шар, для того, чтобы он взлетел, чтобы он взял высоту, необходимо спустить груз. Вот то же самое. Для того, чтобы нам взять высоту, нам нужно спустить груз, выкинуть груз прошлого. И как этот груз вообще заметить, что он есть? Казалось бы, человек живёт. Во-первых, когда человек начинает учиться жить радостно-счастливо, работать над своим настроением, над своими привычками, качествами характера, постепенно-постепенно в нём этот груз уходит, лишний груз. И также этот груз можно заметить, когда я говорю часто на своём YouTube-канале про искажённые файлы. Искажённые файлы в сознании, они всплывают... Это симптом, всплывающий в виде разных ситуаций, болезней, повторяющихся событий. Ну, допустим, мама, например, воспитывала одна ребёнка, да, дочку свою. Дочка теперь воспитывает одна. И потом выясняется, что в роду очень много таких женщин, которые воспитывали в одиночестве, да, мужья умерли, погибли на войне, развелись и так далее. То есть это программа. Это программа, идущая из рода. Это конкретный искажённый файл, который нужно трансформировать. Если человек вот в своей жизни, в этой инкарнации обнаруживает в себе вот эту вот незавершённость, он это обнаружил, он увидел эту повторяющуюся связь, это значит, на нём теперь эта программа может завершиться, должна завершиться, раз он это заметил. Дальше. Какие бывают ещё повторяющиеся ситуации? Ну, допустим, ну, бывает, что мама вышла замуж в 25 лет за алкоголика, дочка вышла замуж в 25 лет за алкоголика. Это тоже повторяющиеся события. То есть дочка может быть, может быть, у неё уже не такая сильная степень, да, у её мужа алкоголизма, а он там выпивает в пятницу в субботу, да, после работы. Ну, это тоже повторяющаяся ситуация, это тоже симптом. То есть таких симптомов я сейчас описала крупные варианты. Бывают по мелочи, да, что-то всплывает, и по мелочи искажённый файл, ну, как он может выглядеть? Ну, допустим, какая-то нерешающая ситуация, которая приносит дискомфорт, от которой вот, ну, неприятно. Ну, допустим, у кого-то не растут волосы. Или наоборот, что может быть? Что-то ломается периодически. В квартире что-то ломается. И раз, один раз сломалось, второй раз, третий раз сломалось. Это симптом, который нужно, который подсказывает. То есть квартира, дом – это продолжение женщины. И, как правило, женщине – это подсказка через квартиру. Дальше. Ну, то есть вот таких вот симптомов в жизни много. Чем отличается взрослый человек от невзрослого? Тем, что взрослый сразу решает возникающую задачу. Она проявилась в физическом плане. Допустим, что-то сломалось в квартире. И он это решает с помощью специалиста, да, вызывает человека, сантехника, ещё кого-то, мастера. И на тонком плане он тоже может обратиться к специалисту и поисследовать, откуда это идёт. В будущем всё так и будет. Человек будет смотреть и на тонком уровне, и на физическом уровне проблему свою. Сразу же быстро-быстро всё это закрывать. Теперь хочу поговорить на тему проводников. Почему они все такие разные? Разные, потому что это товарищи на вкус и цвет. Кому-то подходит определённый проводник на данном уровне развития, кому-то другой проводник. Сказать, что один хуже, один лучше нельзя. Каждому своё. И если человек попал определённому психологу, он не просто так к нему попал. Там есть резонанс, значит, между ними. И точно так же и про тренинги, и всё такое. Вот люди любят осуждать, да, марафон желаний и прочее, прочее. Смотрите, друзья, не спешите осуждать, потому что любой тренинг, любой интенсив, любой курс, марафон, он всегда что-то даёт. Вот что-то, какой-то пазл человеку открывается. Его собственный пазл открывается, когда он идёт на такое мероприятие. Там он что-то взял, потом дальше пошёл, ещё что-то взял. И вот это вот взял будет продолжаться, пока человек полностью не обретёт эту целостность свою. То есть пазлики. Он собирает собственные пазлики целостности. И задача проводников всех абсолютно, любого, любой категории, любой помогающей профессии, задача довести до нуля. Вот как бы это ни звучало, да, довести до нуля. Каждый человек рано или поздно в этом воплощении, или в следующем воплощении, или через то воплощение, неважно, его задача дойти до этого нуля. Что такое ноль? Ноль – это точка отсчёта новой жизни. Точка отсчёта жизни по своему назначению, конкретному по миссии, когда приходит действительно твоя миссия души. Но для того, чтобы прийти к этому нулю, нужно, как я говорила в начале эфира, скинуть весь груз, убрать его, скинуть травмирующие ситуации, повторяющиеся ситуации, шлейф, тянущийся из прошлого, из рода, из реинкарнации, соединиться со своими родителями, открыть этот канал, поток любви от родителей, соединиться с Богом. Вот всё это происходит до нуля. Все проводники, все психологи, например, все они доводят до этого нуля. Чем ближе к нулю, тем мощнее становятся проводники. То есть ты уже ищешь более мощного проводника, который тебе быстрее скинет этот груз. Потому что чем ближе ты к нулю, тем больше ты начинаешь ощущать, что вот это мне не нравится, это я хочу быстро решить. Вот здесь вот я хочу решить. Вот здесь я хочу пойти на следующий уровень. То есть всё, что у человека не получается, как ему кажется, что-то у него не получается, это просто программа. Просто вот внутри играет какая-то программа, которую необходимо понять, определить, вытащить на свет. Даже фраза, да, вытащить на свет. Осветить её, таким образом её решить. Когда ты приходишь до нуля, это говорит о том, что ты уже, ты пробудился. Ты пробудился, ты готов нести ответственность за себя, да. Ответственность — это ответ. Отвечать за свой путь. И в этот момент и Вселенная тоже, твои проводники, твои ангелы, твоя команда, небесная команда, да, она уже видит, о, человек готов. Готов к более серьёзным шагам, к ответственности. Он уже не боится, он уже не в инфантильности, он уже с нами заодно. Но мы вместе можем действовать. Вот такая задача. Задача. И из этой точки, из нуля, начинается как раз вот это вот время. 4D, 5D — это всё называют по-разному, да. Новая эпоха. То есть, в новой эпохе нет инфантильности, друзья мои. Почему сейчас повально все говорят про взросление? Взросление — это и есть как раз-таки умение решать свои задачи. И, кстати, когда ты доходишь до точки ноль, ты уже можешь сам решать эти задачи. Тебе уже не нужен проводник, кто-то ещё. Ты можешь общаться, ты можешь обращаться к определённым проводникам, которые тоже пришли к этой точке ноль. Но это, знаете, общение на уровне... Не совсем на уровне учитель-ученик. Это уже на равных. Это уже единомышленники, соратники по общим целям. И да, они могут друг другу что-то подсветить. Но это уже не является отношениями классического психолога и клиента, да, или клинического психолога и пациента. Нет, это не такие отношения. Там они не лечат друг друга. Они подсвечивают друг другу. Вот здесь вот это я вижу, вот это я чувствую. По запросу, если есть запрос. Вот такие отношения. То есть, когда ты доходишь до точки ноль, у тебя уже открываются другие проводники. Проводники более тонкие. То есть, это твоя команда, видение небесное. Это твое близнецовое пламя, если оно не воплощено. И сам Бог, сам Бог твой покровитель. Сам Бог ведёт тебя. Это не значит, что до точки ноль Бог не ведёт. Бог всегда с нами. В любом нашем состоянии. Но в точке ноль ты уже чувствуешь, ты уже не воспринимаешь свою жизнь и картинку извне, как картинку извне. То есть, ты не воспринимаешь себя и жизнь отдельно, себя и разыгрывающие ситуации вокруг тебя отдельно. Нет, ты видишь, что ты одно целое. Сам мир становится для тебя исцеляющим другом. Сама жизнь твоя подруга, твоя близкая подруга, твоя не сестра, нельзя говорить сестра, нельзя сказать, вернее, что это сестра. Наверное, самое лучшее слово – это друг. Да. Жизнь становится твоим другом. Вот. И когда у тебя есть вот эта точка ноль, ты уже пришёл к этой точке ноль, не обязательно даже быть психологом, коучем, тренером, проводником. Ты уже настолько прокачался, что ты сам для себя проводник. Ты на связи со своими высшими, со своим высшим я, со своей высшей сутью, поэтому у тебя есть собственный канал, собственный канал исцеления, собственный канал видения. И так будут жить все. Я так чувствую, что в будущем у всех это будет, у всех людей, дошедших до точки ноль. Вот такое у нас сегодня видео, друзья мои. Если у вас остались вопросы, пишите внизу в комментариях, я обязательно отвечу и это видео опубликую на YouTube. Если вам важно записаться ко мне на консультацию, ссылка в профиле, и ссылка под каждым видео есть, прямая. До скорых встреч, друзья мои. Пока-пока.